привет 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 дорогие мои зрители я давно не выпускала видео потому что была в отпуске была у своей семьи была у своих детей навестила своих всех близких своего внука дочку маму папу всех 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 и вот наконец я приехала во францию была там две с половиной недельки поэтому видео снимать было совершенно некогда приехала решила поделиться кое-какими впечатлениями то есть это видео немножечко такое о шопинге о шопинге который я совершала там минске и вообще хочу рассказать что стоит там покупать на самом деле знаете во первых там за эти несколько месяцев что это было уже сильно все изменилось обычно когда я приезжала мы находили много-много чего интересного по небольшим ценам и сейчас мы приехали я удивилась некоторые магазины уже закрыты вот польские магазины типа reseft house еще какие-то не помню какие на их месте уже открылись новые hnd и вот эти польские магазинчики были очень очень плохие то что там осталось они уже практически распродаются старые коллекции почти ничего нет и вот эти новые что что пришли hnd например то я конечно была удивлена что там совершенно совершенно не такая продукция как во франции то есть фасоны возможно похожие ткани абсолютно другие ткани гораздо худшего качества немножко этого меня расстроило потому что потому что многие ждали прихода этого магазина hnd многие надеяли что они будут спокойно покупать но там в этот раз вообще вообще никакая коллекция и все такое что не привлекает то есть заходишь какое-то прямо тряпочное все тряпочное мне не понравилось ничего ну что я могу сказать что нужно покупать в минске что можно там купить естественно белорусская продукция я вам расскажу покажу что этом купила вы знаете когда я раньше увлекалась дорогими кремами была у косметологов я видела конечно эффект этой дорогой косметики израильская косметика часто пользовалась этот эффект был достаточно кратковременный потом все равно все возвращалась на круги слоя и честно вам скажу я особо особой такой разницы по сравнению с белорусской косметикой я не вижу может быть у вас как-то иначе но у меня так то есть да эффект какой то есть но так чтобы прямо ух ах нет такого нет и поэтому я вот решила остановиться на белорусских кремах сейчас это очень бюджетная косметика это бюджетная косметика и я поняла что эффект от него практически такой же как от какой-то страшно дорогой косметики и я вам расскажу что я купила во первых по опыту по опыту своему и по советам своих знакомых я немножечко затарилась во первых косметика для волос далеко не всегда мне там нравится косметика для волос часто мне на совсем не нравится то есть шампуни там редко можно купить которые действительно хорошо влияют на волосы но некоторые средства я искренне рекомендую например вот такой вот питательный бальзам питательный бальзам белорусский как он называется роскошный уход от витекс очень хорошие действительно волосы становятся шелковые классные то всего там за копейки там помог полтора евро эта огромная банка сколько здесь граммов 450 граммов то есть я использую постоянно после мытья волос и без него я никак не могу решила лучше купить здесь в смысле там минске чем здесь тратится на какую-то дорогую косметику мне нравится честно вам скажу дальше кремы которые я уже хорошо знаю вот такой вот крем с гиалуроновой кислотой интенсивно увлажняющий тоже очень очень классный 50 граммов белкос мекс тоже очень классный купила потому что его хорошо знают из этой же серии гиалуроновая что здесь у нас кремик идет да мгновенный лифтинг для век крем для век тоже хорошая очень хорошая вещь купила по одному потому что туда часто езжу буду еще покупать не проблема так чтобы уже по ходу дела можно и покупать дальше вот эта марка я щас вам скажу какая это марка тоже белорусский но я не могу найти какая именно фабрика ну вот этот вот именно крем он и дневной и ночной очень очень хороший то есть не оставляет никаких скатываний ни жирного блеска ничего замечательный крем вулканическая так для нормальной комбинированной кожи то что мне как раз нужно несмотря на то что моя кожа уже и 50 лет моей коже но она мне жирная вот как ни странно тоже очень хороший крем очень очень классная серия классная серия от сейчас вам скажу какая какая фабрика так здравствуйте а фабрики я не вижу а моду модом косметика вот эти вот два масла масло для рук и масло для ног это вообще совершенно сумасшедшая потрясающая вещь цена абсолютно маленькая но я купила схватила кстати не всех магазинах это есть у нас там была еще черная пятница скидка была тридцать два процента и я просто вот так вот все бах и скупила вот очень классная очень классная жирная маслица вообще качество великолепное то есть как я только там буду сразу буду его покупать далее что что мне очень нравится я покупаю всегда каждый раз когда я появляюсь минске сразу покупаю вот эту тушь я купила два тюбика xxl это вообще известная известная тушь беларуси она поможет везде известно не только в беларуси обычно привожу ее своим знакомым всем друзьям вот я помню вели на хромченко как-то похвалил эту тушь модном приговоре и продажи возросли во много во много раз и действительно тушь очень классно очень хорошее дальше то что я для себя открыла один раз купив как где он где-то мой я уже потерял вот такие металлические жидкие тени для век вот они на мне они не скатываются они не стушевается за весь день то есть я вам скажу по качеству они не хуже наверно даже лучше чем французские крема лориале и так далее не крема а тени блеск не вульгарный он не стильную немножечко такой просто увлажняющий века вот на мне этот эти тени я именно столько довольна посмотрите сколько я купила оттенков и где-то еще один потерялся вот эти все оттенки вот они все и бордовый и золотистый и бежевый вот 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 такие вот оттенки очень классные это новинка какая-то у них наверное идет и еще они не успели испортиться честно говоря я просто закупила это почти все цвета которые мне понравились дальше что мне понравилось вот такой гель гель для век то есть он как бы такой цвет у него темноватый с такой кисточкой но он практически не окрашивает он буквально немножко немножко придает оттенок и самое главное что это гель то есть вы можете уложить ими брови это для бровей и брови даже после сна если вы не будете смывать косметику они остаются бровями то есть они не в разные стороны не топорщица очень очень хороший укладочный такой гелик с разными оттенками можно же бесцветный взять кто совсем светленький вот такие далее это уже я покажу вам дальше свои презенты этим я еще но только начала пользоваться но мне нравится это розовая дичка и розовый тоник тоже белорусская косметика нравится мне свеженький очень классный вот так же вот такие две туши которые тоже мне подарили мои близкие попробуем я думаю что они хорошие тоже потому что здесь люкс визаж люкс визаж а это релуи я думаю что тоже будут хорошие потом скажу если мне понравилось пока не пользовалась тоже подарочек вот такой крем крем сумочный можно сказать люблю такие маленькие емкости крем-баттер увлажняет мгновенно с собой носить сумки очень удобно по этой цене но это просто вообще находка там все стоит копейки порядка полтора евро за все это за каждую единицу вот это я считаю что белоруссии это первое что можно купить это вот такие вот вещи тем более что это все проверенное мною на практике и уверена что это будет очень хорошее конечно же не обойтись без чулочного сочных изделий купила конте несколько разных пар не буду все показывать я вам скажу что у нас там открылись магазины кальцедония и всевозможные итальянские там колготки можно купить но честно говоря мне больше нравится конте вот кальцедония покупала но для меня они кажется какими-то хрупкими вот и естественно чулочно-носочные изделия все тоже показывать не буду всевозможные красивые носочки вот такие разные всякие вот одни из них вот такие прикольненькие носочки но самое интересное опять же цена это с ангорой здесь 10 процентов ангорской шерсти за полтора евро то есть такое купить практически невозможно поэтому я с радостью конечно это приобрела дальше что вы знаете мой муж очень любит часы он наверно можно назвать коллекционером часов но я не такой конечно фанатик этих часов но в принципе приятно мне всегда дарит часы всевозможных марок на мои дни рождения там или на рождество мне там и каррера и ламборгини у меня все это есть но вы знаете будучи в минске он заинтересовался белорусскими русскими марками и вообще местными даже те же омакс это по-моему сейчас они уже в китае производятся вот и я конечно тоже он не обязательно тоже покупает как и себе и вот такие часики например фабрика север по мотор российская фабрика но по-моему там у них есть и завод какой-то или фиал возле минска вот такой прикольные такие часы медном стиле таком циферблатик оформлен в виде бриллианта вот интересная застежка что мне понравилось на магнитике вот так вот вот такая застежечка и часы кстати очень очень интересненькие так для коллекции мне даже и приятно очень и очень нравится а в следующие часы вообще просто влюбилась это марка омакс на вот как я уже сказала не наверное уже сейчас китайскими считаются и я купил их мужском отделе но мне так они понравились вот это такая прелесть вообще омакс у меня тоже есть часы раньше они делали очень качественно у меня просто они уже несколько ну наверное почти десять лет но сейчас говорят вроде как качество уже немножко похуже в плане краски напыление быстро стирается ну посмотрим мне понравился очень дизайн и я именно из-за дизайна их и выбрала мужские часы но они просто потрясающие такое обожаю вот вот такие мои покупочки ну я скажу что конечно одежду в минске сейчас покупать нет смысла настолько все дорогое белорусские фабрики тоже цены загибают очень сильно но понятно что иначе это будет нерентабельно но я не знаю кто там покупает если например даже свитер довольно хорошего качество стоит около пятидесяти евро ну например здесь во франции конечно возможности гораздо гораздо больше поэтому наверное все таки многие будут продолжать ездить за границу покупать потому что ну не знаю не знаю даже из верхней одежды в минске вообще трудно что-то купить я даже искала просто ради интереса пуховички какие-то или там свитерки ну нет нет таких вот чтобы запали в душе что была приемлемая сна если более-менее неплохое но конечно за облачные деньги стоит и конечно я решила здесь немножечко прибарахлиться потом я покажу в следующем видео что я купила здесь на зиму ну вот такое небольшое сегодня видео приветствия шоппинг я давно не была решила немножечко так вот с вами поделиться пока еще не пришла в себя еще я пока в периоде адаптации после минской очень-очень трудно вернуться мысленного францу потому что как я только приехала еще не могла вообще понять после самолетов как-то все быстро мы так перелетели и что я первые два дня просто ходила как зомби по дому и вообще еще не могла ничего понять сейчас только начала приходить себя и буду для вас снимать видео снова-снова с той же периодичностью так что ждите меня спасибо что вы спрашивали где и куда я подевалась мне очень приятно что вы меня ждете итак на сегодня все всем хорошего дня всем хорошего вечера всем пока 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 а